Наступления на Киев не будет? Проводится ли мобилизация в России сейчас? И когда украинская армия начнет новое контрнаступление? Об этом поговорим с военным экспертом Александром Мусиенко. Российская армия обладает достаточными ресурсами для ведения наступления? Людские ресурсы, техника и так далее, логистика? Они сейчас все надежды возлагают исключительно на человеческие ресурсы, исключительно, в большинстве случаев, поскольку мы видим, что техники тяжелого вооружения становятся меньше, артиллерии также, боеприпасов не хватает. Она еще есть, еще есть возможность использовать танки, бронетехнику, но уже не в той артиллерии, но точно не в том количестве, как это было, например, весной-летом 2022 года, либо вообще накануне полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года. То есть ресурсов человеческих они есть. Мы видим, что вообще политика российского руководства действующая такая, что в принципе ради достижения своих ошибочных политических целей они готовы воевать до последнего гражданина РФ. И вот тут вопрос возникает, насколько самих граждан России такой расклад вообще устраивает. Я не думаю, что всех, и далеко всех, и все нормальные люди должны противостоять и противиться, и протестовать против таких решений. Но именно на человеческие ресурсы, именно на то, что вот этот человеческий каток, который будет идти вот так наступлением и попытается каким-то образом достичь каких-то преимуществ и побед, на это делает ставку российское командование, на людей в первую очередь. Потому что вооружений, техники не хватает в таком количестве. Поэтому будут воевать людьми, будут нести серьезные потери, эти люди будут гибнуть, мобилизация будет продолжаться. Вот такой у них в принципе такие расчеты. Но мы видим, что как таковой масштабной мобилизации сейчас нет, о чем многие думали еще перед Новым годом, что эта мобилизация неизбежна. Но за период, когда было объявлено о якобы прекращении набора этой частичной мобилизации, до сегодняшнего дня было мобилизировано еще около 20 тысяч человек. Но это не те объемы людских ресурсов, которые необходимы для наступательной операции. Или все-таки российский генштаб считает, что им хватает тех людей, которых они уже споймали? Вы знаете, я бы хотел сказать, что, во-первых, мы не знаем до конца, потому что как мобилизация, вообще набрали они 20 тысяч, либо набрали они 120 тысяч, и как она проходит. Почему? Потому что мы же прекрасно понимаем, что верить исключительно официальным источникам информации в России, которые очень часто врут, либо манипулируют данными, не приходится. Я хочу напомнить, вот я приведу пример манипуляции. Обратите внимание, что российский президент Путин плюс министр обороны Шойгу говорили о том, что мобилизация прекращена в России, она остановлена. Но в то же время указ российского президента от 21 сентября о проведении частичной мобилизации, он действует. У него есть юридическая сила. То есть, согласно этого документа, мобилизационные мероприятия на территории России можно проводить. Более того, тут уже, в принципе, правду приоткрыл пресс-секретарь российского президента Песков, который, отвечая на один из вопросов журналистов, ответил, что мобилизация, оказывается, в России продолжается. Несмотря на то, что говорил российский президент Путин и министр обороны Шойгу. Он сказал, что он потом выкрутился, сказал, что это касается не людей, а экономики, отраслей, бюджетников и так далее. Но он проговорился. Поэтому мы можем сказать и констатировать, что мобилизация в России может продолжаться, но она имеет скрытую форму. Они менее разглашаются для того, чтобы меньше вызывать какие-то негативные общественные настроения, менее будоражить общество. Они это делают в более скрытой форме, в меньших объемах, конечно же. Речь тут не идет о двух-трех миллионах, это меньшие объемы. Но они продолжаются, эти мобилизационные мероприятия неизбежны, потому что необходимо пополнять те потери, которые несет российская армия в больших количествах. Поэтому будет продолжаться. Мне кажется, что пока есть вот эти же ошибочные политические, даже преступные политические цели, с которых мы начинали, российского руководства. До тех пор они будут пытаться воевать людьми. Не хватает техники, значит, необходимо заменять. Я вам скажу конкретный пример. Направление Кременная на Луганской области. Российские войска пытались останавливать продвижение украинских сил, исключительно опираясь на человеческий перевес. То есть в человеческой силе. Все. Потом уже они подогнали там вооружение и так далее. Ну вот как это работает, вот как они используют людей. Есть многочисленное свидетельство того, что мобилизированных обучают плохо. Вероятно, это все-таки не повсеместно. Но есть ли сведения, насколько вот этот мобилизированный ресурс, он обучен на данный момент? Прошло уже несколько месяцев. Насколько можно говорить, что они готовы к боевым действиям? Ну, есть обученные, более обученные, есть менее. Тех, кого бросили в боевые действия практически сразу, буквально только после того, как мобилизовали для решения задач, которые стояли перед российской армией, это сдерживать наступление, наступательные действия украинских войск. Но им повезло, наверное, менее всего, потому что в их подготовку не вкладывали практически ничего. Тех, которые отправили на полигоны, в том числе на территории Беларуси, где они проходили обучение, конечно, они подготовлены лучше. Но, опять же, насколько лучше с точки зрения достижения поставленных целей и задач? Мне кажется, это коэффициент, и этим необходимо отмерять. Эффективно, неэффективно боевая единица, те или иные подразделения, насколько эффективно они прошли обучение, и дало ли это позитивный результат? И тут можно привести пример Углидара. Вот обратите внимание, под Углидаром, вот накануне несколько недель, 2-3 недели, накануне были штурмовые действия, которые предпринимала 155-я бригада морской пехоты и 40-я бригада морской пехоты. Две бригады, которые были доукомплектованы, в том числе из числа мобилизованы. Но, поскольку эти бригады, они воевали практически с начала полномасштабного вторжения, несли потери, им необходима была перегруппировка и доукомплектование. Их доукомплектовали этими людьми. Помогло это достичь победы под Углидаром на данный момент для российских войск? Нет. Их атаки отбиты, и они отброшены. Ну вот, у них, они, хотя они взяли подготовленных, мобилизованных, они взяли мобилизованных из числа, не просто вот людей по какому-то там принципу, вот на улице кого-то взяли, давай. Они брали исконя из того, в каких войсках проходил службу. Преимущественно тех, кто проходил воинскую службу, у которых даже, возможно, есть участие, опыт участия в боевых действиях, в чеченских войнах, например, либо там компании сирийской или других. То есть те, кто в хорошей физической форме. Ну, как правило, то есть отдавали преимущество ими. Их отправляли на подготовку. Но это не помогло конкретно этим бригадам достичь успеха на том же Углидарском направлении. Поэтому, опять же таки, есть лучше подготовленные, есть хуже подготовленные. Но в целом мы видим, что, понимаете как, вы можете быть очень хорошо подготовлены, но если вы идете с автоматом и гранатометом, а против вас, грубо говоря, танки, пушка или артиллерийское орудие, ну да, у вас подготовка, да, вы обучены, да, но поможет ли это в явно неравных величинах? А есть ли что украинской армии противопоставить вот этим вот волнам пушечного мяса? Ну, мы противоставляем в первую очередь технику, особенно западных партнеров, которые приходят, начиная с того, что достаточно эффективно используются те же Каймерсы по сосредоточению сил противника, в том числе живой силы. И такие примеры они были, и в Макеевке, и в Херсонской области были на оккупированной части, и на оккупированной части Луганской области, где украинская дальнобойная артиллерия достаточно эффективно и точно отрабатывала по таким позициям противника. Артиллерия используется, используется броня, но для поддержки нашей пехоты, но также используется и пехота, и наш десант, и наши пехотинцы, которые борются в таких боях и сдерживают от атаки и натиск противника. То есть это целый комплекс решений, но которые в том числе... Вот почему мы так говорили о необходимости предоставления Украине не только танков, тяжелого вооружения, но и бронетехники, в том числе просто бронемашин или машин с усиленной бронезащитой, которые можно просто оснастить крупнокалиберными пулеметами. Потому что достаточно мобильное средство для той же обороны с точки зрения действий против живой силы противника. Ну вот, собственно говоря, на это делаются и ставки. Грубо говоря, есть случаи, когда наступает пехота врага, а наши силы противодействуют на тех же... Например, бывали такие случаи на тех же автомобилях Хамви бронированных американских, просто с крупнокалиберными пулеметами, плюс поддерживая там гранатометами и минометами. Ну, с оборонительными действиями. Есть, когда используется артиллерия, когда необходимо нанести удары на более дальние расстояния. Но когда уже ситуация ближнего боя, и никто не использует артиллерию для того, чтобы не накрыть огнем и своих, тогда, конечно, используется вот полный спектр именно крупнокалиберного вооружения, автомобилей и бронетехники для усиления этой мобильности и нанесения огневых ударов, мощных по врагу. Еще до начала полномасштабного вторжения один из аргументов, почему этого вторжения не может быть, называли то, что численный перевес в силах должен быть в три раза и больше. И такого перевеса у российских войск не было. Современное западное вооружение, которое получает Украина или должна получить, может ли изменить вот этот баланс? Должна ли Украина все равно иметь трехкратное преимущество в силе для наступательных вооружений, для наступательных действий, или современная техника способна этот баланс уменьшить? Это очень хороший вопрос, на самом деле, поскольку, вы знаете, мы даже тут иногда в Украине, когда анализируют, и наши эксперты, специалисты, когда анализируют способы применения танков, то они классически думают, вот так, как учили в академиях, в университетах, так, как учили командиры, исходя из того опыта, который есть, классическая военная наука, что у вас есть танки, вам необходимо взаимодействие с пехотой, с механизированными подразделениями, взаимодействие с артиллерией и так далее. Да, это правильно, это так. Но сейчас, когда те же танки развиваются и идут вперед, и уже танк это не просто фактически машина с усиленной защитой, просто броня, которая имеет хорошую пушку и дает возможность продавливать силы противника, но это полноценная боевая единица, которая требует обслуживания порядка 10 человек около себя постоянно, и которая способна выполнять некоторые определенные задачи уже без взаимодействия и необходимости присутствия и наличия рядом пехоты. Они могут выполнять определенные действия самостоятельно, вообще будучи в составе каких-то подразделений, использовать танки, броню и так далее. Вот сейчас почему говорят о том, что нам необходимо время, чтобы получить танки «Леопард», «Абрамс» и чтобы они были использованы в боевых действиях. Не потому, что кто-то заинтересован в затягивании этого, а заинтересованы в том, чтобы освоить все возможности, все задачи, которые готова выполнять конкретная машина и все функции для того, чтобы их использовать на 100%. Потому что если у вас есть, например, ну какая-нибудь вот такая вещь, как смартфон, и вы его будете использовать там исключительно для звонков, не используя там какие-то другие функции, то вы теряете вообще предназначение. То есть зачем вы могли бы купить какой-то кнопочный телефон, зачем вам, собственно говоря, этот смартфон? Так и тут. Необходимо освоить все, изучить и использовать уже, исходя из западной военной доктрины, которая предусматривает, что танки, броня — это достаточно такие самодостаточные мобильные подразделения, которые готовы действовать. И я думаю, что мы увидим это. Мы увидим это обязательно при контрнаступательных действиях украинских сил. И это в определенной мере должно разбить какие-то стереотипы о том, что обязательно преимущественный перевес. Хотя и перевес, который должен быть на определенных участках, он тоже должен присутствовать. Но, понимаете, не каждая же атака, которая проводилась украинскими войсками на Карьковском, Херсонском направлениях успешно или на Киевском, предусматривала обязательные человеческие ресурсы перевес. Я вам хочу сказать, что в первые дни полномасштабного вторжения российские войска на том же Киевском либо Черниговском направлении имели перевес над украинскими силами больше, чем три раза. Больше, чем три раза. Четыре, пять. Но это не помогло. То есть им не помогло это достичь результата, поскольку у них хоть и была техника, но они неправильно в той ситуации, которые были, использовали этой техникой либо вообще ей не воспользовались, не успели. Поэтому, скажем, профессионализм, обученность и правильное использование техники это тоже важный момент, который имеет достаточно серьезное значение. Еще один пример я приведу, чтобы было понятно на конкретных фактах, не просто на теории. Например, издательство Washington Post не так давно написало большое расследование, большой материал о освобождении украинскими войсками Харьковской области, большей части. И вот они написали, опять же таки, о численном перевесе, который планировался, о том, что украинские силы проводили расчеты и определили, что им необходимо порядка 100 тысяч снарядов артиллерийских использовать для успешного освобождения Харьковской области. Но в итоге были внесены совместные коррективы украинскими и западными специалистами. Во-первых, численное преимущество перестало иметь окончательное значение. Раз. Два. использовали 33 тысячи снарядов. Не 100. Ну вот представьте себе вот какой промежуток тут. Поэтому при планировании каждой операции, исходя из той техники и возможности, функционала той техники, которая есть, необходимо подходить к вопросу живой силы. Сколько необходимо, где, на каких участках и для каких целей и задач. Со словами министра обороны Украины Резникова, вооруженные силы Украины не будут использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России. Можно ли, но с другой стороны, мы знаем, что для успешного завершения войны и для успешного освобождения, например, Донецка и Луганской областей такие удары необходимы для того, чтобы громить логистику противника. Можно ли предположить, что работает украинский ВПК и украинская армия для таких ударов будет использовать собственные разработки? Я думаю, что мы обязаны это делать. Понимаете, мы в такой ситуации, когда просто вот заниматься теорией в вопросе возможно ли у нас наращивание и развитие украинского ВПК и так далее, мы просто не имеем права, потому что мы обязаны это делать. Но мы в такой ситуации, если мы говорим и президент Украины говорит, и многие политики, и военные командиры, что мы должны стать европейским Израилем, например. Но если мы хотим стать европейским Израилем, то я хочу напомнить, что мы можем пройти похожую историю. Ведь Израиль, когда отбивал атаки первые, которые были на эту страну, он же возлагал надежды и силы не на свое вооружение, своего производства, которого у них просто не было в наличии, а на вооружение, которое предоставлялось Франции, другими странами. Но что в дальнейшем сделал Израиль? Дальше Израиль стал пытаться реализовать либо совместные проекты со странами Европы, либо со Соединенными Штатами в оборонной промышленности, либо самостоятельные, возлагая все на свои силы. Вот тогда нам, собственно говоря, если мы уже декларируем, что мы хотим такими стать, так давайте перенимать такие же примеры и работать так же, то есть думать над тем, что мы благодарны нашим западным партнерам, очень благодарны и за то вооружение, которое нам поставляется, но если мы говорим о какой-то среднесрочной перспективе, даже не долгосрочной, нам необходимо собственное вооружение, оборонно-промышленный комплекс. Да, сразу могут задать вопрос, а как это сделать, риски безопасности и так далее. Ну, во-первых, Израиль это делал, это раз. Во-вторых, у нас все-таки довольно-таки большая территория, мы же не нашей страны, нашего государства. Есть те же подземные шахты, о которых говорил и министр обороны Резников в свое время, есть другие возможности. Давайте реализовывать совместные проекты на территории той же Чехии, как сейчас делается, либо Польша, стран НАТО, где уровень безопасности может быть лучше, нежели тут. Но обязательно, я думаю, что мы должны думать над этими, вот те чертежи ракетных программ, особенно ракетной программы, мы точно должны нигде-то не закидывать их, чтобы они припадали пылью, а постоянно их обрабатывать и пытаться реализовать. Вот и все. То есть, это наша задача. А когда говорят, что это сложно, что есть очень много рисков, что это невозможно и так далее, ну, мне кажется, что в нашей ситуации это просто неприемлемый разговор, потому что мы иначе просто не можем. А кроме ракетных технологий, какие виды вооружения еще есть смысл разрабатывать Украину? Я вам скажу, что достаточно много необходимо работать над средствами связи, это то, что есть, программами управления и использованием ресурсов, которые у вас есть. Вот сейчас украинские такие системы, как Дельта, Крапива, которые работают и используются нашими военными, совместные, например, разработки, которые можно, я уверен, наладить с известной компанией Palantir Technologies, которая работала и работает с данными очень активно, но она переключилась и на военные компоненты. Это достаточно серьезная программа, которая дает вам возможность иметь в электронном виде наличие ресурсов, средств, понимание, что есть у врага, что вы можете использовать сейчас, какое оружие в данном направлении, сколько необходимо вам времени для логистики, чтобы это доставить и приблизительно рассчитать, какой эффект будет в этом применение. То есть, все, что есть с долей Artificial Intelligence, искусственного интеллекта, мне кажется, над этим необходимо работать. Я сознательно говорю с частью или с долей, потому что насчет вообще искусственного интеллекта в войне идут довольно-таки серьезные дискуссии, но не идут дискуссии касательно его наличия в целом. То есть, он может быть приемлем. Далее, это дроны различных типов. Я уверен, что Украина может быть в этом успешна, как разведчики, так и камикадзе, так и другие. Но над этим необходимо работать. Надводные дроны. Это очень интересная технология, причем, что рынок тех же надводных дронов, он гораздо выше, нежели только воздушных. Почему? Потому что много стран, которые имеют выходы к морю и которые были бы заинтересованы в том, чтобы использовать технологии на вооружении, которые стоят в десятки раз дешевле, нежели катера, корабли либо фрегаты, но готовы обеспечить какой-то уровень защиты. То есть, это технологическое решение очень важно не только для Украины, это может быть экспортирован. Ракеты, мы сказали, бронетехника, бронемашины. Украина, в принципе, всегда работала над теми же БТРами 4Е, различных модификаций и так далее. Это то, где мы тоже можем быть успешны, причем совместно взаимодействуя с другими европейскими странами, концернами, компаниями тоже. То есть, ну, я уже не говорю о том, что есть возможность налаживать кооперацию и совместное производство тех или иных видов вооружений, где могут быть западных, например, тех же США, Франции, Италии, но где могут быть украинские компоненты? Так работает мировая оборонная промышленность. На сегодняшний день стран, которые имеют замкнутый цикл производства всего и всех типов вооружений, ну, их практически не существует. Все равно где-то взаимодействуют, опираются. Есть какие-то ноу-хау, разработки, эксклюзивные, да. Но если мы говорим о каких-то вооружениях различных типов, то все пытаются взаимодействовать, сотрудничать и получать готовые продукты. Украина в этом тоже может быть успешной. А что касательно авиации, то, исключая, конечно, военно-транспортную, то есть смысл покупать у западных союзников самолеты? Истребители, перехватчики, штурмовики? У нас все-таки так сложилось, что Украина не производила военных истребителей, бомбардировщиков, то есть военную авиацию. Помимо военно-транспортной, да. У нас есть достаточно серьезная ремонтная база для поддерживания и на техническом, хорошем техническом состоянии той авиации, которая есть. Продление ресурсов использования эксплуатации двигателей и так далее. То есть это у нас есть. Производство двигателей той же компании Матерсич, это тоже есть. Это, кстати, серьезный компонент для авиации. То есть у нас это есть, но замкнутого цикла у нас нету. И на сегодняшний день, скажем так, на то, чтобы в полной мере разработать самолет, иметь возможности и технологии, необходимо достаточно много времени и ресурсов. Поэтому, исходя из того, что у нас на сегодняшний день этого времени нету, фактически, поэтому, наверное, в этом случае необходимо делать акцент на покупках. Но, например, как производятся те же F-35 и F-22, современные американские самолеты? в них есть компоненты из разных стран производства. Мы можем делать акцент на то, что в будущем Украина будет производить какие-то компоненты, которые будут использоваться в общей цепочке, например, изготовление тех или иных самолетов, которые изготавливаются на других странах. Ну, к примеру, моторсич я вспомнил, давайте посмотрим сейчас на испытания турецкого Байрактара с реактивным двигателем, фактически, с двигателями, которые используются украинского производства моторсич. Вот как это работает. Вот тут, я думаю, что мы должны прикладывать усилия, потому что разработать свой самолет, может быть, достаточно. Я не исключаю, что это в будущем станет возможным, но пока что у нас, я думаю, такого ресурса нет. На ваш взгляд, сколько понадобится времени для того, чтобы украинская армия получила достаточное количество танковой и бронетехники для начала наступательной операции. А я, знаете, я думаю, что как только будет согласована дата этой операции, понимание, когда это лучше сделать, понимание, когда будут готовы все ресурсы и проведены обучение наших воинских подразделений и техники, и наших людей, а я хочу напомнить, что, наверное, не зря на решении саммита Евросоюза, Евросоюз Украина, который проходил в Киеве, было объявлено о том, что страны Европейского Союза, они предоставят полигоны своих государств для обучения не 16 тысяч украинских военных, как говорили ранее, а 30 тысяч. Наверное, это тоже о чем-то свидетельствует, что эти силы, в том числе, будут готовиться с помощью западных вооружений для контрнаступательных действий. Как только будут готовы, как только будет готова техника к отправке, как только будет понятна приблизительная дата проведения этих контрнаступательных действий, так эта техника будет проходить в Украину. То есть техника ориентирована под проведение конкретных операций в конкретное время, и под это будут подтягиваться временные рамки поставки той или иной техники. Возможно, это будет на конец весны, начало лета. Спасибо большое за комментарий. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо.